Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 277, «Политика». Что вы можете сказать о поездке Солженицына по стране и его выступлении в Думе? «Не слово о духовности и о Боге», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. При всем моем глубочайшем уважении к Александру Исаевичу, я должен сказать, что его гениальный талант, ум, прозорливость – это не апостольское служение. Он говорит, как мирской человек с мирскими, и здесь он гениален и прозорлив. Если же все его выступления, поездки сравнивать по Библии, а я иначе и не могу, то я мог бы сказать к нему, «Прости, дорогой, но ты бесполезен для России сегодня и, быть может, даже вреден, ибо крутишь людей вокруг Синайской горы». Бытие 49.6 «Совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Исход 18.19 Итак, послушай слов моих. «Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою». Притча 21.30 «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Исайя 8.10 «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Только через священное писание, только через покаяние и рождение свыше, возможно восстание России, а этого не предвидится и, похоже, никогда не будет. «Спасутся только скорбящие». Иезекииль 9.4 «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». «Я ловлю каждое выступление Солженицына, смотрю о нем фильмы и каждый раз воздыхаю о нем и скорблю». Иова 13.4 «А вы, сплитчики лжи, все вы бесполезные врачи».